С 2017 года AMD выпустила три поколения процессоров Ryzen и 9 чипсетов для них. При этом чисто теоретически любой из Ryzen совместим с любой платой на сокете AM4, так что выбрать последнюю — задача не из простых. В этом видео мы подробно разберем, какие платы, на каких чипсетах и для каких процессоров лучше всего брать. Поехали! AMD A320 — самый простой и дешевый пользовательский чипсет. Из неприятных особенностей он единственный, на котором нельзя разогнать процессор. Стоят такие платы около 3-4 тысяч рублей и характеризуются обычно двумя слотами под ОЗУ и простенькой системой питания процессора без всяких радиаторов. Стоит ли их брать, если буквально на 500-700 рублей дороже, можно найти платы уже на чипсете B350, на котором возможен разгон. На удивление — да, стоит. У AMD есть отличные простенькие APU Athlon 200GE и 3000G, а также Ryzen 3 2200G и 3200G. Первый из них вообще не разгоняется, у остальных такая возможность есть, но будем честны — такие процессоры в основном берут для мультимедийных ПК, и благодаря аппаратному ускорению на встроенной Vega они тянут даже 4К видео. Поэтому переплачивать при сборке офисно-мультимедийного компьютера за плату смысла нет — тут и двух слотов под ОЗУ более чем хватает, и питание процессора с простенькими 2- и 4-ядерными CPU справится без проблем. Понятное дело, NVMe SSD в таких машинах редкость, да и не самое большое количество портов у таких плат также не будет проблемой. Но опять же, стоит понимать, что 4-ядерные CPU — это логичный предел этих плат. Официально AMD даже не дала им поддержку Ryzen 3000, чтобы особо умные пользователи не ставили к ним в пару 16-ядерные Ryzen 9. Однако некоторые производители плат, например BioStar, чихать хотели на спецификации красной компании и выпустили BIOS с поддержкой их последних процессоров. Означает ли это, что их можно ставить в такие платы? Скорее нет, чем да — 3-4 фазы питания, да еще и без охлаждения, банально не справятся с такими мощными процессорами, которые под нагрузкой могут съесть и 100, и 150, и даже 250 Вт. Как итог, в лучшем случае вы столкнетесь с троттлингом из-за перегрева VRM, а в худшем — через некоторое время работы при температурах свыше 100 градусов — MOSFET'ы просто погорят, унеся в могилу как плату, так и процессор. Также следует помнить, что все платы на этом чипсете имеют микросхемы BIOS емкостью лишь в 128 МБ, из-за чего микрокоды всех процессоров уместить в них не получится, так что для таких плат зачастую на официальном сайте есть пару версий BIOS под разные процессоры. Более того, это достаточно старый чипсет, поэтому из коробки плата может не уметь работать с Ryzen 3 3200G или, например, с Athlon 3000G. Понять это просто — если на коробке есть наклейка, гласящая о наличии поддержки, то все хорошо. В противном случае попросите в магазине обновить вам BIOS. Также некоторые зрители могут вполне обоснованно спросить, почему мы и не думаем про апгрейд. Все просто — если вы четко нацелены собрать максимально дешевый офисный или мультимедийный ПК, то мощности четырехъядерных Ryzen вам хватит лет на пять, если не больше. И едва ли через это время апгрейд бюджетного ПК на M4 будет иметь смысл. С учетом того, что в домашние ПК уже можно поставить 16 ядерные процессоры, скорее всего, вы просто соберете новый компьютер. А прежде чем продолжить, я хочу рассказать вам про нашего крутого спонсора — брутальную RPG Raid Shadow Legends. Игра, которая, к слову, доступна как на ПК, так и на смартфонах, перенесет вас в темный мир фэнтези с орками, эльфами, минотаврами и магами. В общем, все по канону для любителей фэнтези в стиле «Властелина колец». В Raid, на удивление выдающееся качество графики, красивая анимация и низкий порог входа — это очень необычно для бесплатной игры. Когда вы заняты, всегда можно включить функцию автоматического боя и заниматься своими делами. А теперь самое интересное — все новые игроки, которые скачают игру по ссылке в описании, получат возможность выиграть один из шести iPhone 11. А три игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других до конца месяца, смогут получить один из двух игровых ПК от Hyper PC или Apple MacBook Air 13. Качайте рейд по ссылке в описании, получайте 50 тысяч серебра эпического героя и погрузитесь в мир темного фэнтези. А мы продолжаем. AMD B350 и X370. В отличие от простого A320, на котором можно разогнать только ОЗУ, на этих платах возможен разгон и процессоров. Также в большинстве своем они имеют уже 4 слота под ОЗУ, большое количество фаз питания с радиаторами и множество портов. С поддержкой Ryzen 3000 тут все интереснее — AMD отдала ее на откуп производителям плат — дескать, если они захотят, то сделают. И да, здесь также могут быть платы с BIOS на 128 МБ, так что аккуратнее выбирайте его обновление на официальном сайте. В общем и целом, подавляющее большинство крупных производителей плат типа Asus и MSI поддержку Ryzen 3000 реализовали, так что в теории эти платы брать можно, опять же попросив в магазине обновить BIOS. Но на деле от них лучше отказаться. Почему? Все просто — платы на чуть более старших чипсетах B450 и X470 стоят зачастую на пару сотен рублей дороже, и при этом они гарантированно поддерживают Ryzen 3000 — на них лучше гонится ОЗУ, и они зачастую имеют BIOS на 256 МБ, куда влезают все микрокоды. Так что подумайте о будущем — AMD уже намекнула, что поддержка трехсотых чипсетов почти закончена, так что с выходом Ryzen 4000 может оказаться, что эти платы новинки поддерживать не будут. А вот четырехсотое поколение чипсетов скорее всего будет. Возможно AMD опять же оставит это на откуп производителей, но они, как показывает практика, отнюдь не против реализовать такую поддержку. B450 Вот мы и подобрались к самому массовому чипсету от AMD. Он хорош всем, поддерживает с десяток USB 3.0, NVMe SSD, а платы на нем в большинстве своем имеют четыре слота под ОЗУ и хорошую под систему питания процессора. По сути, это лучший чипсет для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 вкупе с одной видеокартой. И это единственный серьезный минус этого чипсета в сравнении с более дорогим X470. Последний позволяет делить линии PCI-Express между парой видеокарт. Однако, будем честны, Sly и Crossfire почти умерли, так что переплачивать за это и брать платы на X470 не стоит. Но плат на B450 несколько десятков. Как же выбрать? Для начала на плате обязательно должен быть радиатор на VRM. Да, даже если вы берете обычный Ryzen 5 1600 с теплопакетом 65 Вт и не будете его разгонять. Почему? Да потому что производители плат чихать хотели на спецификации AMD и под хорошей нагрузкой такой камешек вполне может съесть и все 100 Вт. Поэтому второй немаловажный параметр – это наличие как минимум четырех честных фаз питания. Да, именно честных, всякие параллельные или удвоенные фазы, которые производители разумеется считают за нормальные, указывая в спецификациях плате за 5000 рублей с десяток фаз – это маркетинг. Узнать сколько на самом деле фаз можно в обзорах на сайтах, про которые мы рассказывали вам в одном из предыдущих видео. И опять же, это минимум для корректной работы шестиядерных Ryzen 5 с теплопакетом в 60-90 Вт в стоке или при небольшом разгоне с серьезной нагрузкой. Ставить на такие платы 12- или 16-ядерные Ryzen 9 – это отличный шанс через пару месяцев активной работы пойти в лучшем случае за новой платой, в худшем – еще и за процессором и ОЗУ. Разумный предел для плат на B450 чипсете – это различные восьмиядерные Ryzen 7. Такие процессоры под реалистичными нагрузками и небольшим разгоном потребляют порядка 150 Вт. Цифра внушительная, но не особо критична, и плата с честными шестью фазами и хорошим охлаждением под системы питания вполне себе справится с такими камушками. По всем остальным характеристикам можно выбирать под себя. И тут различий достаточно – это количество слотов PCIe, M.2, подсветка, различные разъемы, наличие Wi-Fi или более крутого аудиочипа. В общем, это непосредственно не относится к выбору плат на AM4. Это скорее общие моменты выбора любой платы, так что глубоко погружаться в это мы не будем. AMD X570 – самый дорогой, но и самый навороченный чипсет для процессоров на AM4. Единственный на данный момент поддерживающий интерфейс PCIe 4.0 как для видеокарты, так и для накопителей. Его пропускная способность вдвое выше, чем у PCIe 3.0. Также из особенностей этот чипсет не поддерживает процессоры Ryzen первого поколения. Это стоит иметь в виду, если вы планируете апгрейд сначала платы, а потом CPU. И вот тут может возникнуть вопрос. Все процессоры Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 поддерживают PCIe 4.0. Так почему же мы даже для мощного восьмиядерного Ryzen 7 3800X рекомендуем платы на чипсете B450, которая поддерживает только PCIe 3.0? Все просто. Четвертая версия этого интерфейса оказалась банально ненужной. Посудите сами. Топовые видеокарты теряют лишь пару-тройку процентов при переходе от PCIe 3.0 к совсем древнему PCIe 2.0. Но уж между 4.0 и 3.0 разница зачастую меньше процента. К тому же видеокарт с поддержкой PCIe 4.0 единицы. Единственная на данный момент видеокарта, которая существенно выигрывает от новой версии PCIe 4.0, это AMD RX 550 XT на 4 ГБ, ибо ей зачастую не хватает видеобуфера, и она активно использует ОЗУ. Поэтому быстрый интерфейс связи с процессором тут играет большую роль. Однако тут есть два но. Во-первых, это не самая выгодная видеокарта в принципе. Ее мы упоминали в ролике «Худшие процессоры и видеокарты для покупки в 2020 году». Ну а во-вторых, мало кто будет брать такую видеокарту к платам на X570. Это все-таки топовый чипсет, на котором разумнее видеть что-нибудь уровня хотя бы RX 570 XT, которая абсолютно не выигрывает от новой версии интерфейса. Это же касается и появившихся на рынке дорогих NVMe SSD с поддержкой PCIe 4.0. На бумаге они действительно чуть ли не вдвое быстрее решений на PCIe 3.0. Однако на деле стоит понимать, что скорости в 5-6 ГБ в секунду держатся лишь десяток секунд, пока не забьется быстрый кэш. А дальше будет неминуемое падение до 1-1,5 ГБ в секунду и превосходство новых SSD уйдет. В итоге получается забавно. Мы вроде бы рекомендуем этот чипсет, но при этом объясняем, что одна из его главных фишек вам не нужна. Тут стоит понимать, что это хороший чипсет в плане задела на будущее. Очевидно, что он без проблем потянет топовые процессоры линейки Ryzen 4000 и будет актуален еще минимум пару-тройку лет. А к тому времени вполне может оказаться, что разница между версиями PCIe станет куда более существенной. Так что покупка такой платы — это отличный задел на будущее. Для каких процессоров ее стоит брать? Разумеется, для самых топовых и горячих, а именно 12-ядерного Ryzen 9 3900X и 16-ядерного Ryzen 9 3950X. Оба этих процессора под нагрузкой могут потреблять аж 200 и даже 250 Ватт, что потребует усиленных подсистем питания, и платы на X570 их как раз имеют. Что мы подразумеваем под усиленной подсистемой питания? Во-первых, нужно не менее 8 честных фаз. Во-вторых, наличие теплотрубки в радиаторах, охлаждающих ВРМ. Опять же, покупая процессор за полсотни тысяч рублей, экономить пару тысяч на плате явно не лучшая идея, которая может крайне неприятно аукнуться в будущем. Остальное наполнение, как и в случае с B450, стоит выбирать самостоятельно и под себя. Причем тут выбор куда богаче. При желании можно найти плату с парой Ethernet-портов и поддержкой новейшего Wi-Fi 6. В результате, из всего обилия чипсетов имеет смысл брать только платы с тремя из них. Если вам нужен мультимедийный или офисный ПК, который едва ли будет когда-либо апгрейдиться, или использоваться для чего-то тяжелее, чем просмотр 4К-видео, имеет смысл остановиться на чипсете А320. Если же вы собираете себе среднеуровневый компьютер, то рекомендуем остановиться на решениях с B450. Ну а для топовых ПК имеет смысл раскошелиться на платы с чипсетом X570, который позволит на долгие годы забыть о покупке новой материнки. Не забываем поблагодарить за проделанную работу и поставить лайк. Подписывайтесь на канал и паблик ВКонтакте, если вы еще не с нами. У микрофона был Михаил Крошин. До скорых встреч!